Казанский Зенит Алексей Вербов выставляет на полуфинальный матч сильнейший состав. Нгопет Михайлов, Соколов Будько, Вольвич Самойленко и Валентин Голубев на позиции Либер. В целом встреча получилась куда более равной, нежели матч на групповом этапе. Жаль только, что итоговый результат оказался тем же. В первом сете у Зенита был хорош Соколов, набравший 7 очков, но так и не нашедший свою подачу. Бразильцы же сыграли практически идеально в атаке. Лишь одна ошибка и 78% реализации. 21-25. Слабая наша подача на этом турнире и прием не стали для меня откровением здесь. В общем и целом я был готов к этому как тренер. Что касается нашей атаки, то мы ничего экстра не показали, конечно, но и в то же время атаку не провалили. Игра на блоке против хорошего приема соперника на данный момент это наши реалии. То есть у нас есть проблемы в этом элементе. Мы знаем, что над ними нужно много работать и как только у нас появится время, конечно, займемся вплотную. Зенит лучше начал второй сет и повел плюс 2, но вновь множество ошибок на подаче и уверенные атаки хозяев и уже 12-15 в пользу Крузейра. У бразильцев Перин цементирует прием. Исак безошибочно снимает с огромной высоты. А Эвандра и Конте забивают практически все. А вот усилий одного лишь Мегапета во втором сете было явно недостаточно. 22-25. В этом турнире мы никогда не увидели нашу игру, нашу ощущение. И это было очень трудно для нас. Сегодня мы боремся, но мы не играем в нашем уровне. Поэтому это сложно победить против большим командам. Поэтому мы продолжим работать и каждый раз, степо-степо, пытаемся играть лучше. Тем не менее, команда Алексея Вербова, подгоняемая тренером, не теряла надежды вернуться в игру. Боролась за каждый мяч. 13-10. Мегапет в итоге набрал 18 очков. 14 у Сокола. Но вновь 18 ошибок на подаче за 3 сета. И сумасшедшие 80% в атаке у бразильцев зажигают на табло. 23-25 в третьем сете и 0-3 в матче. В причинах этого провала, конечно, предстоит разбираться каждому из нас внутри. Ну и мне, конечно, в первую очередь. Главная загадка для меня, почему из Казанского аэропорта вылетела одна команда, а в Белой Аризонте прилетела другая. Вот над этим нам нужно будет хорошенько подумать. Во втором полуфинале Любя Чеветанова легко переиграла катарский Аль Раян со счетом 3-0. Таким образом, итальянцы в финале сыграют с бразильцами 8 декабря в 18.30. А мы, болельщики Казанского Зенита, обязательно поддержим наших ребят в матче за бронзу клубного чемпионата мира против катарского Аль Раян. Прямую трансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале «Матч. Игра», а также на интернет-портале sportbox.ru 8 декабря в 15.30 по московскому времени. Субтитры создавал DimaTorzok